Всем привет, с вами Алекс Ки, и это новости последних дней. Так как я стараюсь смотреть меньше телевизор и особенно меньше федеральных каналов, поэтому новости до меня не сразу быстро доходят, но вот самая последняя новость, с которой я считаю, что на неё стоит внимание обратить. Это новость о том, что для каждого первого ребёнка теперь, начиная с 1 января 2018 года, будет полагаться выплата каждый месяц, нуждающийся в семье в размере 10500 рублей ежемесячно до наступления этому ребёнку полтора лет. Так вот, во-первых, первый момент, почему возникает такая несправедливость к тем детям, которые родились до 1 января 2018 года, это первый момент. Второй момент, что зачем вообще компенсировать рождение детей, таким образом, если люди подходят к этому выбору много осознаннее, чем государство, да, конечно, государству надо повышать рождаемость, потому что смертность уже зашкаливает, и статистика это всё подтверждает. Также мнение ясен тот момент, что, например, есть семьи, которые являются многодетными, и их дети уже давным-давно стали взрослыми и начали работать, и сами могут себя обеспечить, но при этом никаких социальных пособий, таких, как их сейчас выдает государство, раньше не полагалось. И это на данный момент также никак не компенсируется. То есть, вот, например, если сейчас там детям будут выплачивать, точнее, родителям за детей будут выплачивать там суммы, и это получается примерно 180 тысяч рублей, вполне ощутимая сумма, то есть, если мама где-то там хотя бы подрабатывает, это и неплохой заработок тоже, да, от государства, и плюс, кстати, если она родит ещё потом второго, ей ещё материнский капитал, это почти полмиллиона рублей, достаточно весомый первоначальный взнос для приобретения жилья, или там какого-то другого вида имущества, например. По мне так, это всё очень странно, поощрять таким образом родителей, ну и повторюсь, это всё-таки осознанное решение, потому что большинство нынешней молодёжи, например, к тому числу тоже я и отношусь, мало того, что ты являешься сам ребёнком ещё, да, там, например, тебе 25, так ты ещё и уже пытаешься завести маленького такого же человека вообще, и нести ответственность, помимо, не в состоянии нести ответственность сам за себя, так и тебе ещё придётся нести ответственность за этого ребёнка вообще, ну, при том, что наша медицина ещё не на том уровне, на котором можно было бы, например, то есть все прекрасно знают, там, девушки, если, там, до 27, там, до 30 лет, если ты не родишь ребёнка хотя бы первого, то, соответственно, потом у тебя могут возникнуть проблемы. Это с чем связано? С плохой экологией, с экономической ситуацией в стране, а также это связано с здравоохранением, состоянием здравоохранения. По мне это довольно-таки такой тяжёлый вопрос, и государство сейчас это всё будет поощрять, соответственно, если ты просто мать-одиночка, например, ну, не то, что мать-одиночка, например, ты там встречалась с парнем и залетела, и родила, и тебе ещё, то есть ты пользуешься какими-то льготами, но вообще не осознанно государство подходит к этому решению, к вопросу о рождаемости. То есть в первую очередь надо улучшить условия для жизни, чтобы людям было комфортно жить. Они бы, например, насытились теми же самыми продуктами, благами и другими услугами, а потом уже поняли то, что да, у нас всё, мы теперь всего попробовали, всего увидели, и поэтому мы хотим иметь детей. И при этом им не надо будет каким-то образом помогать, особенно в денежном эквиваленте. Если вы выражаете совершенно другую точку зрения, пишите это в комментариях. Но у меня на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ищите меня в соцсетях, ссылки есть в описании. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok